Друзья, всем огромнейший привет! Сегодня у нас будет обзорчик на вот этого замечательного красавца. Это кролик породы Rex. Данной породы я владею почти четыре года и я думаю мне есть что вам рассказать. Погнали! Идёмся по характеристикам данной породы. Ушки короткие, прямо стоячие, не лежачие, не висячие, прямо стоячие. Лапки у них передние длинненькие, тонкие, задние тоже не массивные, тоже так сказать миниатюрные. Шерсть короткая, плотно набитая, напоминает плюш или мутоновую шубу, вот как в раннешние времена. Чё ты спрятался? Да не бойся. Мордочка у самочек немножко, давай покажем, немножко вытянутая. У самцов она более округлая. Можете видеть это самец. Чё ты боишься? Это самец. У него вот как будто скулы выпирает, такая округлая форма лица, мордочки. Ну и отличительная черта у кроликов Рекс от других пород это усы. Усы короткие и кудрявые. Даже малыши когда рождаются, маленькие, да, Рексята, усы у них уже коротенькие и кудрявые. Вообще данная порода считается мясошкурной породой, но в большинстве своём ценится больше шкурка, чем мясо. Шкурка выделывается, перерабатывается и используется в различных меховых изделиях. Жилетки, шапки, варежки и так далее. Ну и мясо я вам скажу по собственному опыту. Достаточно вкусное, даже отличается от мяса других пород. Оно более мягкое, ну даже не могу описать, но очень-очень вкусное. Ну и не стоит забывать, что за счёт своих тонких костей, а у кролика Рекса тонкие кости, выход мяса у него достаточно неплохой. Я забивал кролика Рексой, он весил 300 по-моему и мяско у него было 1,8 кг, если я не ошибаюсь. Вот как мы привыкли взвешивать мясо. Разделали кролика, бросили на весы. Мы довольны, он там мясом вышло 2 кг, но нужно не забывать, что у многих мясных пород, у них тяжелые кости. Если мы отделим кости от мяса, мясо будет гораздо меньше, нежели с костями. А у Рекса за счёт, как я уже сказал, тонких костей, выход мяса достаточно-таки неплохой. Что касается содержания, ухода, многие считают и пишут в интернете, что они проблематичные в уходе и содержании, но за 4 года я не обнаружил никаких проблем с ними. Они у меня также содержатся в одинаковых условиях с другими породами. Пишут, что они подвержены пододерматиту или просто, как говорится, натоптышем. Но, как я уже сказал, за 4 года никаких проблем с ними не было. И если вы боитесь такой проблемы, можно использовать трапики, либо деревянные, либо пластиковые трапики, которые продаются в магазинах. Ну, на крайний случай использовать солому. Рексы у меня, как и все кролики, они живут на улице, они морозостойкие у нас, морозы в Сибири, доходят до 50 градусов, да, бывает. Поэтому морозы они переносят легко, спокойно. Ушки они не подмораживают, лапки они не подмораживают, да. Поэтому, как бы, никаких проблем с ними нет. Чем мне нравится эта порода рексов, то, что они, у них много окрасов. Они не просто белые, там, или черные. У них очень-очень много окрасов. И такая порода подойдет для тех любителей кроликов, которые любят, чтобы у них было такое многообразие окрасов. И вот, кстати, рексы, как никакая другая порода подойдет для этого. По поводу плодовитости, также в интернете, когда я заводил эту породу, да, тоже читал в интернете отзывы, и многие писали, что они малоплодные, малоприносят, не кормят, бросают крольчат, да, ну, всякая вот такая ерунда. И только на собственном опыте, содержа вот эту породу, я убедился, что это все фейки, это все неправда. Приносят они очень хорошо. У меня минимум, минимум даже первокроволки приносили 6. Никаких 4 и 2 они никогда не приносили, как это писалось ранее в интернете. И очень хорошие мамки, всех выкармливают. Максимум крольчат у меня было 11 штук. Ну, это для любой самки, это много. Если вы хотите, чтобы кролики росли равномерно, были упитаны и набирали хорошо вес, много крольчат для самки я бы не оставлял. И еще один такой момент по поводу много крольчат. Многие пишут, чтобы избежать мастита, нужно оставлять больше крольчат. Это все... Также из личного опыта могу сказать, что это неправда. Почему? Потому что чем больше крольчат, тем меньше молока им достается. Они начинают грызть у самки соски. И если вы вовремя это не заметите, сосок, соответственно, не будет работать, не будет вырабатываться молоко. Оно будет застаиваться. Ну, и, соответственно, отсюда и вам и мастить. Так что много кроликов, крольчат, это не всегда хорошо. Самки по характеру и вообще сами кролики по характеру достаточно спокойные. Ну, да, бывают самки агрессивные, но это в любой породе. Особенно тогда, когда они беременные, да, они не дают до себя дотронуться, начинают проявлять агрессию. Либо когда самки выкармливают своих маленьких крольчат. А это не только у рексов, это абсолютно у любой породы. Это я могу сказать по собственному опыту, да, что когда самка только окролилась, она начинает кормить крольчат, и вы туда лезете, пытаетесь ее погладить. Или крольчат, конечно, она будет кидаться. Так и у рексов. А в большинстве своем случае они всегда спокойные, любят погладиться. Открываешь клетку кормить, они уже тут как тут, да, погладить надо. Поэтому если вы задумываетесь о приобретении рексов и что сомневались, да, читаете различную информацию в интернете о малоплодности, о содержании и так далее, то я вас порадую в том плане, что она беспроблемная порода. И если вы задумываетесь, можете их брать. Она мне очень нравится. Я уже сказал, у нее много окрасов. И этим она меня подкупила. И своей вот этой шорской, вот этим плюшем. Многие у нас даже покупают этих кроликов вместо декоративных дома держать. И были такие случаи, что покупали, потом звонили, а он у нас говорит, дома вместе с котом бегает. Да, бывает такое, что используют даже для домашнего использования. Почему? Потому что кролики, они небольшие. Максимальный вес у них, ну, 4 килограмма, да. Ну, плюс-минус, там, может быть, чуть больше. Вот буквально на днях мы продали черного рекса. Он весил 4,200, по-моему, или 4,300. Ему было 6 месяцев. Но хочу сказать, что темные особи, как и в большинстве других пород, они всегда будут крупнее, чем те же светлые особи. Некоторые считают, что чистопородность рексов считается за счет когтей, да. Тоже читал в интернете, что у чистопородного рекса должны быть черные когти. Но также, опять же, скажу, что только на собственном опыте убеждаешься, что много информации из интернета абсурдная. У светлых особей светлые когти, у черных особей черные, ну, и у темных особей темные когти. И у черных особей не может быть белых когтей, и наоборот. Ну, по крайней мере, у меня, да, за 4 года содержания именно рексов, да, различных окрасов, я уже заметил такую тенденцию, что у белых, у светлых особей у них всегда светлые когти. Поэтому, если вы задумались приобрести рексов, приобретайте, не пожалеете. Как бы они не проблематичны, я уже говорил, для меня никаких проблем они не создают, ни в кормлении, ни в плодовитости, да, ни в содержании. Поэтому покупайте кроликов, и все у вас будет круто. Пока-пока!